Действующие лица Ирина Андреевна, что чувствует? Что вы почувствовали в этот момент? Честно говоря, даже невозможно описать эти чувства. Я никогда такого в своей жизни прежде не испытывала. Конечно, радость. Это страх, потому что это невероятная ответственность перед своим городом, перед учениками. И теперь ты абсолютно не имеешь права на ошибку, не можешь разочаровать своих любимых учеников. — Подождите, мне вот эта фраза понравилась, не имеешь права на ошибку. То есть до конкурса у вас было право на ошибку, а сейчас его уже нет. — Нет, его никогда не было. Но сейчас просто любое звание, я думаю, придает еще большую ответственность любому человеку. Поэтому вот эти чувства, эти мысли у меня возникли в первую минуту. — Знаете, ну, я не буду скрывать, я думаю, что наши постоянные зрители это тоже помнят. Ну, то есть вы не первый учитель года, который появляется здесь в нашей студии. Это было там и в прошлом году, и в позапрошлом году. — И я знаю, что вот на эту финальную часть, да, когда вот эти финальные уже происходят состязания, тем более, когда происходит вот церемония награждения, приходят такие группы поддержки. Кто был в вашей группе поддержки, кто вас поддерживал в зале, кто кричал «Бис, браво» и хлопал в ладоши громче всех? — Спасибо большое за вопрос. Меня приехали поддержать, прежде всего, моя семья. Она у меня большая, трое детей, муж, мама и свекровь. Это те, кто остались, кто сейчас с нами. Меня приехали поддержать мой любимый 9-й Г-класс, где я являюсь классным руководителем в полном составе. Для меня это был сюрприз и большая неожиданность. И, конечно, любимые коллеги. — Вы знаете, вот вы сейчас сказали, мой любимый 9-й Г-класс, да, а остальные подумали, блин, мы же не любимые, может быть, теперь уже не стоит на уроки-то ходить. Все, она нас не любит. Не будут ревновать к 9-му Г-классу? — Вы знаете, не будут, потому что в любом случае класс, в котором ты являешься классным руководителем, это действительно самый близкий класс. Это не значит, что я других учеников не люблю, это все понимают в школьной жизни. Просто это действительно та мера близости и любви, которая существует в семье. Потому что мы связаны не только учебным процессом, мы связаны с семьями, более у нас близкие отношения. Другие ученики мои меня очень тепло приветствовали, поддерживали, сказали большое количество теплых слов, и я их тоже очень люблю безмерно. И они меня любят, поэтому я думаю, что здесь никакой обиды не будет и недопонимания. — Смотрите, вот здесь есть еще один момент, ну опять же, да, как в нашей жизни без политики, да, буквально вот совсем недавно президент сказал, что теперь за классное руководство будет доплачивать. Я надеюсь, что вы обрадовались этому событию, как и многие, наверное, учителя, да, у которых есть свои классы. Как руководство школы отнеслось к тому, что вы победили в конкурсе, были ли какие-то уже, я не знаю, там, обещали выписать премию, дать новый кабинет, сделать, там, я не знаю, сделать, поставить новые парты, там, ну если вы были учителем, я не знаю, географии, купить новый глобус, у вас, я не знаю, там, новую доску. — Ну, вы знаете, мы этот вопрос еще не обсуждали, а вообще хотела бы сказать, что те люди, которые идут работать в школу, они, наверное, не думают об этом, потому что это действительно работа по призванию, работа для души, для сердца. Я вот, честно говоря, об этом даже пока еще не думала, и мы это не обсуждали. — Про новую доску и новые парты? — Да, про новую доску. — Для любимого 9-го Г. — Пока еще не обсуждали. Ну, я думаю, что все, что возможно, все, что в силах моей школы, я думаю, что, да, это будет. — А вот, опять же, вы сказали, да, сейчас, вот тот, кто идет работать в школу, а вы помните, вот тот, я не знаю, какой-то момент, когда вот что-то щелкнуло, когда вот, как-то, я не знаю, там, утром проснулись и шли, все, я буду учителем, то есть, ну, вот, не знаю, там, неважно, это будет завтра, послезавтра, через год, или это там, ну, я буду учителем. — Ну, какой-то был такой момент, какой-то щелчок, или это просто, знаете, бывает иногда стечение обстоятельств? — Нет, это было не стечение обстоятельств. Наверное, так осознанно я поняла, что пойду работать в школу, либо работать с детьми. Для меня не обязательно это была школа, это могло быть любое другое какое-то заведение, где просто находятся дети в университете. А после того, как я после первого курса отправилась проходить летнюю практику в лагерь, в детский лагерь, и вот там, общаясь с детьми, с подростками, я поняла, что я не просто хотела бы работать в школе, а что у меня это достаточно неплохо получается, и значит, я могу без страха идти в школу работать. — То есть, получается, это не вы выбирали профессию, а профессия выбирала вас? — Возможно, и так. Ну, возможно, это обоюдно было. — А тогда, ну вот смотрите, ну, у меня так получилось, да, допустим, для меня лично в школе русский язык, литература, это были, ну, такие предметы, которые, знаете, как-то были несколько на втором плане, у меня бы лучше получалась математика, и я вряд ли мог предположить, что когда-нибудь моя работа будет связана с речью, да, и там, с написанием каких-то текстов. — Тем не менее, это произошло. Для вас почему именно русские литературы? Это вот как-то было с самого начала, или нужно было из чего-то выбирать, опять же? — Да, выбор был, выбор был между историческим факультетом и филологическим, и окончательно я определилась, опять же, в университете на дня открытых дверей, когда, я никогда не забуду выступление декана филологического факультета Кубанского государственного университета, его речь окончательно убедила меня, вдохновила, ну, и, конечно, изначальная любовь к русской литературе также способствовала этому выбору. — Вот сейчас хочу, уважаемые телезрители, обратиться к родителям. Чаще водите детей на дне открытых дверей и знакомьтесь с деканами различных факультетов. Это, оказывается, может очень сильно повлиять на судьбу. Если вернуться к конкурсу, это первый для вас конкурс, и насколько, опять же, это такой ценный опыт? — На таком уровне это первый для меня конкурс. — Вы принимали решение или вызвал директора и сказал, так, Ирина Андреевна, больше некому, кроме вас, так что давайте собирайтесь и идите. Или вот утром проснулись, пойду на конкурс. Как было-то на самом деле? — Я скажу вам честно, мысль о том, чтобы принимать участие в этом конкурсе у меня была, и администрация моей школы знала об этом. Единственное, я очень долго сомневалась именно по поводу этого года, поскольку у меня два девятых класса, десятый класс, и вот эта ответственность меня останавливала. Но потом, после разговора с администрацией, все-таки было принято такое решение. — Девятый, вы говорите, десятый, я знаю, что у вас еще седьмой класс. — Да. — А с малышами, ну, не знаю, пятый, шестой, вы работали или нет? Если да, то вот с кем легче работать? Ну, вам лично. — Конечно, я работала. Вот два девятых класса, которые на данный момент сейчас, с которыми я работаю, это как раз те пятиклассники, когда-то, в прошлом. — Да, которых я взяла сразу после начальной школы и довела их до девятого класса. И, вы знаете, вот этот опыт, он самый ценный для меня, поскольку я не могу сказать, где проще или где мне больше нравится работать. Это дети, которые растут у тебя на глазах, которые меняются, развиваются, и ты видишь, как ты можешь повлиять на их мировоззрение, что тебе удается сформировать в их личности. — Это очень ценно. — Опять же, если позволите, я вернусь к конкурсу. Ну, мы так будем возвращаться к конкурсу, потому что, я так понимаю, это главная тема нашего с вами сегодняшнего разговора. А с другими конкурсантами, вот с теми, кто уже, наверное, вышел в финальную часть, да, вот с теми, с кем удалось пообщаться, с кем вы виделись, с кем вы были там на одних площадках, даже, я так понимаю, были открытые уроки, да, я думаю, об этом мы отдельно поговорим. Это все-таки такое соперничество? Ну, то есть, вот знаете, как смотришь иногда спортивное соревнование, да, и спортсмены друг другу даже в глаза не смотрят, да, и прямо вот видно это напряжение. Или это все-таки такой элемент сотрудничества, и можно было как-то обвиняться, что-то подсмотреть, что-то спросить и так далее, потому что, ну, мы же все понимаем, да, что делаем одно большое дело, и я имею в виду очень наших детей. — Да, когда я шла на конкурс, я вот как раз так и предполагала, что будет некое соперничество, возможно, какая-то... — Человек-человек-волк. — Да, вот, возможно, какая-то негативная обстановка, но, знаете, к моему удивлению, к радости, все было совершенно иначе. Все участники, не только те, которые вышли в суперфинал, а абсолютно все, кто принимал участие, мы на протяжении четырех дней были вместе. И даже те, кто не проходили в следующий этап, они находились всегда в зале, наблюдали за нашими выступлениями. И отчасти поддержку, которую оказали именно конкурсанты, я не забуду никогда, и она во многих ситуациях поддерживала меня. Это правда. Я хочу передать привет всем участникам и сказать им большое спасибо. — А сейчас, ну я понимаю, что прошло совсем немного времени, да, я понимаю, что вот там церемония награждения прошла вот буквально, да, там, считанные дни тому назад. Но тем не менее, а вот это вот общение, оно продолжается сейчас? То есть, или опять же, да, пока, наверное, об этом рано еще говорить, и дальше, на ваш взгляд, оно может продолжиться? Потому что, ну, ведь это опыт, опыт, который, ну, достаточно серьезный. — Я думаю, что, безусловно, наше общение продолжится, потому что даже вот сейчас, подступая к краевому этапу, мне многие конкурсанты предлагали помощь, потому что некоторые из них бывали на этом этапе, на краевом этапе. Многие просили помощи у меня, потому что собираются на следующий год опять попытать свои силы в конкурсе «Учитель года» города Краснодара. Поэтому, я думаю, безусловно, это сотрудничество и общение продолжится. — Ну, тогда вот смотрите, еще один такой момент. Ну, опять же, не захотите отвечать на этот вопрос, не нужно, я не буду настаивать, мы уйдем тогда на рекламу, будем ее смотреть. Но, тем не менее, все равно его задам. Вы участвовали в конкурсе первый раз, участвовали в конкурсе первый раз и сразу победили. Ведь в Асаминске только что сказали, что были люди, которые доходили и до краевого этапа, да, и люди, которые там хотят… — Несколько раз уже принимали участие. — Да, несколько раз. Не было такого, все уже, все, наградили, все, все, музыка отгремела, аплодисменты отгремели. Такие, выходите за кулисы там. Да, Ирка, конечно, конечно, да, мы тут стараемся уже сколько лет, а ты пришла вот это вот. — Ну, вы знаете, может быть, если такое и было, то я этого не видела. Я такого не видела и не слышала в свой адрес, поэтому не могу вам ничего сказать. — Мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим о конкурсе «Учитель года города Краснодара». Ирина Андреевна, опять же, если вернуться к конкурсу, насколько сложные были задания и что, на ваш взгляд, было самое сложное вот в этом конкурсе? — Я считаю, что все задания были достаточно серьезные, и необходимо было показывать действительно высокий уровень, если ты рассчитывал на какой-то результат. — Кстати, я, опять же, прошу прощения, что я перебиваю. А что это все-таки были за задания, да, ну, чтобы понимать, да, наверняка, опять же, нас могут смотреть и те же самые родители, но и те же самые учителя, которые потенциально могут принять участие в конкурсе. — Совершенно разноплановые задания. Необходимо было продемонстрировать и свое умение держаться на сцене. Первое задание было самопредставление, визитка, где допускалось проявление творчества, артистизма. — То есть можно было петь, танцевать. — Да, многие пели и танцевали. — А вы пели, танцевали, рассказывали стихи или как-то это? — Нет, я не пела и не танцевала. У меня была немного другая концепция. Я старалась ее выдержать на протяжении всего конкурса, поэтому у меня более философского плана. Визитная карточка. Необходимо было показать свое владение методической базой. Это методический семинар, открытые уроки, умение проводить, общаться с родителями, родительские собрания, воспитательные мероприятия, пресс-конференция и Нобелевская лекция на волнующую тебя тему. — Ну, я так понимаю, что в пресс-конференции мы с вами дальше продолжаем вас тренировать уже перед краевым этапом. — Спасибо. — А вот, опять же, вы решили ни петь, ни танцевать, потому что как-то не легло на душу. И опять же, вы можете, ну вот если вдруг понадобится, на каком-нибудь уроке у себя в любимом девятом Г, я помню, спеть и станцевать, если вдруг это будет необходимо. — Да, я смогла бы. Да, я в детстве, в юношестве пела в народном хоре. Проблемы не составят. Более того, я иногда это делаю, особенно при изучении основонародного творчества, фольклора. Почему был выбран именно такой стиль? Ну, это ближе мне с точки зрения моего именно профессионального стиля, профессиональной подачи. Поэтому именно вот такая концепция была выбрана. — Я знаю, опять же, если что, вы меня поправьте, насколько я помню по общению с вашими коллегами. Вот такие, как вы говорите, открытые уроки или там родительское собрание, это же происходит не с теми детьми, которых вы знаете, и не с теми детьми, не с тем же самым девятым Г. Это совершенно другой класс, это совершенно другие родители, да, их вы видите практически первый раз. Насколько это тяжело? — Это очень тяжело. Ну, лично мне было это очень тяжело, особенно на открытом уроке, поскольку ты, как опытный учитель, работающий с детьми, особенно если ты их взял с пятого класса, довел до девятого, и у меня тоже были девятиклассники на открытом уроке, то ты как бы ожидаешь того… — Ну, ты знаешь, да. — Да, ты знаешь, ты ждешь такой же реакции, такого же ответа, как это было бы в твоих классах, где ты работаешь. А по факту, очень часто это не совпадает в корне. И, конечно, в условиях такого стресса, нестандартной ситуации, когда сидят члены комиссии, сидят просто люди, которые пришли побывать, посмотреть на твой урок. Вот как ты будешь выходить из этой ситуации? Конечно, это очень сложно, да. — Ну, опять же, может быть, не очень корректный вопрос, если вы не захотите, вы можете на него не отвечать. Ну, наверняка в результате, да, и там подготовки, и всех этих заданий и так далее, можно было как-то сравнивать своих учеников, там, свой девятый класс, чужой девятый класс по уровню знаний, не знаю, там, по активности, по какой-то и так далее. Вот это сравнение, да, в чьё на пользу, или всё-таки, опять же, это вот как материнское сердце, да, свой ребенок, то он всё равно поближе. — Ну, я готова ответить на вопрос, вот так я отвечу. Вы знаете, я вообще детей не сравниваю, даже своих, потому что это, ну, на мой взгляд, не совсем верно. И вот тот класс девятый Г тоже, девятый Г мне дали на открытый урок, и я увидела в этом, знаете, некий символ, да. Они очень отличаются от класса, где я являюсь классным руководителем, но я не могла их сравнивать, потому что это совершенно другие дети. Я вот увидела их, и, ну, я так даже делаю со своими детьми, где я преподаю, я их не сравниваю. Все дети разные, и надо уметь работать с каждым ребенком. — А родители? — То же самое можно сказать и о родителях, да. Нужно стараться находить подход к любому родителю. — Если бы сейчас вам, если всё, отмотать то, что вы уже пережили, и вот это вот решение, я буду участвовать в конкурсе, или там, когда, я не знаю, там, вызвала администрация школы, сказал, ты будешь участвовать в конкурсе, согласились бы? — Да, я согласилась. И особенно, опять же, для меня некая символичность в том, что это, во-первых, юбилейный год конкурса, 20 лет. И, кроме того, для меня ещё одним очень важным моментом является то, что этот год славы и памяти. И вот как-то всё это совпало, и поэтому я бы согласилась. — Хорошо, тогда ещё, давайте чуть больше отмотаем. Вот если бы всё это дело отмотать, вот то самое решение, я пойду работать в школу, вот нужно было принимать. Не передумали бы? — Нет, не передумала. Я сейчас себя ощущаю абсолютно счастливым человеком, потому что я занимаюсь любимым делом. И, вы знаете, когда это происходит, то глаза, каждый день, когда я захожу в класс и вижу глаза своих учеников, это самое лучшее, что только может быть в моей жизни. Потому что там я вижу любовь. — Ну, подождите, ну вот смотрите, давайте будем честными, да, сейчас вот откроешь интернет, и там же, ну, кого больше всех ругают? Учителей, врачей, да, и всякие истории, и анекдоты, и зарплата, и вот это, и вот это делают неправильно, и каждый родитель пытается там кому-то чего-то где-то как-то научить и объяснить, что всё это не так. Ну, это, мне кажется, должно же, ну, так вот давить, да, или, как говорят сейчас современные молодёжи, напрягать, или вы как-то научились от этого абстрагироваться? — Ну, я не то чтобы от этого абстрагируюсь, просто если мы будем говорить о зарплате, то лично я, когда шла в школу, я прекрасно понимала, на какую зарплату я иду. Я считаю так, что если для человека важно принципиально, да, или просто необходимо зарабатывать больше денег, то, конечно же, школа — это не то место, куда стоит идти. Это первое. А если мы будем говорить о каких-то сложных подростках и сложных родителях, то, опять же, это мастерство педагога, его психологическая и педагогическая компетентность — уметь работать с каждым, с каждым, уметь разглядеть в каждом человеке что-то хорошее. И поверьте, это не громкие слова, это действительно слова, которые основаны на опыте. Если самый трудный подросток увидит к себе искреннее отношение, увидит к себе любовь, интерес, то он никогда не останется равнодушным, он всегда ответит взаимностью. И вот это то самое важное, что удается учителю открыть в ребенке. И вот с этого момента начинается совместный путь педагога и ученика. Ну, здесь же еще должен родитель где-то рядышком быть. А, и родитель, безусловно, и родитель, конечно. Я сейчас пока с первой ступени, педагог-ученик, ну и, конечно же, родители, безусловно. Без семьи, без поддержки семьи. Очень сложно в школе работать. Это только совместная работа. А долго, кстати, опять же, если позволите вернуть к конкурсу, вот этот период подготовки к этому городскому этапу, насколько он был долгий, насколько он был длинный, когда вы начали к нему готовиться? У нас были подготовительные курсы, которые очень много дали лично мне. Татьяна Адольфовна Ваховская нас готовила и рассказывала нам тонкости, секреты, буквально про каждое испытание. И вот они закончились в конце ноября. И, собственно говоря, с конца ноября и началась подготовка. Она занимала все новогодние праздники, рождественские. То есть вы как-то одна или есть какой-то, я не знаю, есть у учителей года, есть какие-то тренеры, есть какие-то, не знаю, коучи, как сейчас модно говорить. Безусловно. Это мои опытные коллеги в моей школе, которые меня поддерживали, помогали мне. И моя семья. Без поддержки семьи было бы очень тяжело. Кстати, по поводу семьи. Про них там еще совсем ничего не сказали, с вами не говорили. Они как-то реагировали на вашу победу? Кто первый поздравил? Дети, муж, мама? Они все вместе находились, да, в зале. Да, вы об этом говорили. Да, поэтому вот совместно поздравили. Ну, что-то потом же говорили, я не знаю. Тем более, смотрите, вы говорите, там мы готовились, там, три месяца получается, да. И семья, и вы, и на работе. Сейчас вы выиграли конкурс, дальше будет краевой. То есть, я так понимаю, что это тоже там надо готовиться, не меньше, чем три месяца, да, не меньше, чем городскому. Зачем? Зачем это нужно? Мы уже устали от этих конкурсов. Ну, все очень обрадовались. И, как говорится, назад уже дороги нет. И теперь это все четливо понимают. Поэтому, я думаю, что они поддержат меня и дальше. Ну, и тогда, тогда про детей, ну, опять же, да, я же понимаю, что вся школа знает, что они в школе теперь работают, учитель года. Это знают все дети, это знают все учителя. Я знаю, что в той школе, где вы работаете, учатся двое из ваших детей, да. А они как-то изменились после этого конкурса? Я бы поясни сейчас свой вопрос. Хорошо. Потому что я тоже учился в той школе, где работала моя мама, да, я об этом уже говорил не раз. И она мне все время говорила, должен хорошо учиться хотя бы ради меня, да, чтобы мне потом не говорили, что твой сын троечник. Вот, я думаю, что наверняка какие-то подобные слова говорят все мамы учителя своим детям. После конкурса они изменились? Или пока этого не заметно, конкурс вот только-только закончился? Да, пока не заметно. Я не вижу пока особых изменений. Да, но я вижу, что, конечно, они очень обрадовались за свою маму. Наверное, может быть, в какой-то степени испытали гордость. Как бы я испытывала за своих детей, если бы они добились чего-то в жизни? Ну, и еще один вопрос. Понятно, что сейчас будет краевой конкурс, и мы желаем вам победы в этом конкурсе. Для вас сейчас вот есть только краевой конкурс, или вы уже задумываетесь об этом пеликане, который вручают в России? Нет, пока еще об этом пеликане я не задумываюсь. Для меня пока есть только краевой конкурс, безусловно. У меня задача достойно представить наш город на этом этапе. Спасибо большое, Ирина Андреевна, что пришли ответить на наши вопросы. Я очень надеюсь, что после краевого конкурса, где вы займете первое место, вы также придете к нам в студию и расскажете уже о новых своих ощущениях. Хорошо? Спасибо вам еще раз большое. Уважаемые телезрители, я вам еще раз хочу напомнить, что мы сегодня говорили о конкурсе «Учитель года». Мы сегодня говорили о победителе городского этапа этого конкурса. И наша сегодняшняя программа была учитель русского языка и литературы, гимназии номер 3, Марихина Ирина. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»